Ушел на прогулку с друзьями, в школу или к репетитору, но не вернулся к назначенному времени, телефон не берет или абонент вовсе недоступен. Такой сценарий самый пугающий для многих родителей. Что делать, если ребенок не выходит на связь, куда обращаться и как не потерять драгоценное время? Главное – не медлить, считает замкомандира поисково-спасательной группы «Рысь» Ирина Петрова. У родителей обязательно должны быть контакты ближайшего круга общения ребенка. Если он не выходит на связь в оговоренное время, нужно связаться с теми, к кому он отправился. Друзья, родственники учителя. Если он сказал, что он ушел с Петей погулять, в первую очередь родители звонят либо Пете, либо родителям Пете. Дальше прозванивают своих родственников, еще каких-то друзей, но все это должно делать очень оперативно. Если это не дает результатов, сидеть, ждать, надеяться на что-то, переживать, волноваться, сам придет, где же загулялся, как же, чего не нужно. Моментально должно быть написано заявление в полицию. Полицейские проводят опрос, берут все контакты круга общения и начинают поиски. Затем либо правоохранительные органы, либо сами родители могут подать заявку в поисковый отряд. Сбор добровольцев на поиск детей объявляют незамедлительно. Порой с заявлением в органы тянут. Если обратиться в полицию, в дальнейшем у семьи могут быть проблемы. Такой миф Ирина слышала неоднократно. С родителей берется объяснение, проводится с родителями профилактическая беседа и все. То есть ни учета, ни каких-то там санкций к родителям, ничего вот этого не будет. И, соответственно, ни на биографии ребенка, ни на биографии родителей это никак потом не скажется. Если семья не получена, там, соответственно, уже другие меры могут быть применены. Всегда можно попытаться предотвратить такие ситуации. Доверие – самое важное в отношении с ребенком, считает Ирина. Не нужно контролировать каждый его шаг. Однако важно объяснить ему, что вы волнуетесь и хотите знать, куда он планирует пойти и насколько для его же безопасности.